всем привет друзья всем доброе утро с вами турпресса алена андрей напоминаю мы находимся в турции приехали сюда на 16 ночей в рамках пакетного тура в аланию в отель хедов плеопатра и сегодня к сожалению уже наш оплаченный тур подходит к концу мы освободили номер вот наши вещи ноутбук рюкзак и так далее власти сша запретили турецкой авиакомпании южный ветер совершать полеты на боингах в россию поэтому туроператор поменял наш вылет у нас теперь и карпи газ флай и он перенесся с 8 вечера на 2.30 ночи уже следующих суток трансферный гид обещает забрать нас из отеля в 9 вечера как я уже сказала номер мы освободили он до 12 но пользоваться инфраструктурой отеля питанием напитками можно без проблем но друзья мы очень не хотим улетать обратно и мы решили остаться а причинок такого решения расскажем чуть позже сейчас отправляемся на обед к наш крайний обед в отеле хэдов супчик с лапшой типори сони сухарики хлеб салатики овощи зелень арбуз десерты на горячая рыба посоль рис картофель макарошки курица рис что взяли на обед ты что взял картошку курочку хлеб пиво десертов набрали сейчас еще возьмем арбуз я взяла рыбу салатики и картошку завтрашнего даже сегодняшнего дня мы уже будем питаться самостоятельно почему мы решили остаться и не вылетать сегодня на нашем рейсе во первых 16 ночей нам не хватило московский стресс оказался более сожалению закоренелым во вторых мы последнее время очень часто летали на самолетах и опять-таки 16 дней не хватило чтобы отойти от чартера и обратно на чартере я лететь категорически не хочу мы лучше купим самостоятельно билеты на регулярный рейс зарегистрируемся за 24 часа выберем себе те места которые нам подходят и уже спокойно сами полетим в москву извините перебью а что страшного в слове чартер ну у нас должна была быть авиакомпания саус файн турецкая как мы уже сказали власти сша запретили воздушным судам боинг полеты в россию соответственно рейс наш поменяли на авиакомпания но это авиакомпания в которой нельзя выбрать места там проблемы с чемоданами то есть они могут потребовать доплаты головная боль нельзя зарегистрироваться онлайн заранее плюс нужно будет ехать на групповом трансфере это прям в пик очереди они привозят когда в Анталии просто пик мы лучше доедем сами на такси в трансфере мы можем простудиться но если бы мы полетели мы конечно поехали на трансфере потому что глупо платить 100 долларов если у нас есть трансфер а это знаешь я вспомнил в Икаре когда мы летели сюда в Турцию дали всего лишь два стакана воды да, авиакомпания Икара наши газпланы настолько странные что там вообще не кормят и предлагают только водичку лететь пять часов тридцать минут это очень долго не то чтобы мы голодные будем но это просто для того чтобы полет прошел побыстрее чтобы под чем-то себя занять вот на чартере мы лететь не хотим но и самая главная причина это пожалуй то что в последние годы мир настолько нас удивил своими событиями и теперь мы четко понимаем что произойти может все что угодно и когда угодно поэтому откладывать наши мечты наши желания до лучших более стабильных времен уже нет никакого смысла потому что сами знаете все началось с ковида и потом продолжилось удивлялись мы долго но это факт у нас есть желание здесь остаться есть возможность поэтому мы не будем ее откладывать а воспользуемся нам здесь очень хорошо мы здесь счастливы здесь просто это для нас идеальное условие мне нравится климат у меня не болит шея спина в общем чувствуем мы себя просто легко свободно и просто отлично также плюс еще причину могу назвать те деньги тот бюджет который мы потратим здесь мы уже нашли апартаменты их забронировали ничего не предоплачивали то есть у турков сделка есть сделка мы договорились они сказали не проблема приедете оплатите и за этот бюджет мы не смогли бы полететь допустим куда-то на месяц это совершенно точно то есть если полететь на месяц это будет бюджет гораздо больше а за те деньги которые мы тут заплатим за этот месяц мы можем допустим если вернемся в Россию съездить либо на неделю в какую-нибудь турецкую пятерку хорошую либо на две недели в пятерку попроще ну либо вот в четвертку то есть уже такие цены сейчас начинается пик сезона штамп который нам поставили в паспорт действует два месяца мы здесь можем находиться потом нам надо будет пересечь границу и допустим вернуться еще на один месяц либо есть такой вариант что мы в течение 60 дней сейчас могли бы заключить договор аренды официальной со всеми документами пойти в жандармерию с фотографиями там и так далее и могли бы проживать здесь три месяца но мы этого делать не будем мы останемся на месяц дальше посмотрим что будет потому что повторю еще раз мир нас удивляет не перестает удивлять и мы не знаем что будет завтра отлично пообедали загружаем ролик на ютуб и на этом наш All Inclusive в Турции заканчивается мы можно сказать вырываемся на свободу и переезжаем в наш апарт там у нас не будет никакого расписания ни завтрака, ни обеда, ни ужина и мы будем ходить туда куда мы сами захотим это даже радует и вдохновляет еще больше все, друзья, закончился наш All Inclusive мы выдвигаемся в наши апартаменты и мы чувствуем себя на свободе решили пойти пешком чтобы не связываться с таксистами потому что будут они тут катать нас вокруг Алани а идти нам минут 15 до наших апартаментов пока-пока 16 пляж возможно мы будем сюда приходить нам здесь очень-очень понравилось как думаешь? перейдем жить мы будем в районе первого пляжа кстати, сегодня очень большие волны у моря свое собственное настроение ух а таз смотрите какие волны друзья я думаю метра 3 пришли к нашим апартаментом уже заселились вот так они выглядят здесь плитка чайник вытяжка чашки посуда чтобы готовить раковина мусорное ведро тазик ложки вилки-ножи терка сковород такой холодильничек небольшой но все-таки уже не барный шкафчик первая комната гостиная типа маленький телевизор вешалка душевая полотенца шампунчики мыльца бумага душевая кабина так всем работает но очень сурово мы им не пользуемся потому что и так жарко и две кровати односпальные полотенчика покрывала постельное белье подушки вот телефончик тот шкафчик тапочки такой шкафчик плечики плечика всего три тоже балкон такой у нас роскошный шикарный балкон на нем можно жить мы будем здесь завтракать обедать и ужинать смотрите какая роскошь такой старый домик здесь деревянные окна вот наша спальня роскошный стол друзья ну я очень сильно довольна просто очень здесь кабинки видны с фуникулера улица все просто идеально здесь мы будем жить 30 дней целый месяц стоит это 50 долларов в сутки могли бы мы взять конечно на отель на все включено допустим остаться в нашем отеле но он стоил на 50 долларов дороже то есть 100 долларов в сутки мы не хотим быть привязанными к системе питания все включено это уже не интересно будем сами ходить по барам по кафешкам ну куда захотим туда и будем ходить а сейчас идем в мигра за покупками потому что мы теперь без питания так что нам надо заботиться об этом самим и закупаться продуктами еще в 4 пляжные сумки тоже продукты получилось у нас смотрите на 831 лиру ну вы можете нас поздравить мы теперь почти что как местные жители придем сейчас в апартаменты покажем вам распаковку подробно что мы купили на первые дни также посмотрю в приложении банка мы расплачивались union pay посмотрим сколько рублей за все это списали с карты то мы купили друзья предварительная покупка обошлась нам 40 долларов смотрите куриные котлеты две бутылки вина вино стоит 100 лир помню турецкая шерас такую упаковку черешни так дальше идите сюда друзья мы купили чай пакетиках хлеб купили такие вот классами выпечка пакет соли это смесь для панкейков мы попробуем их зажарить на завтрак подсолнечное масло вода вода всегда необходимо потому что в морских странах лучше воду из-под крана не употреблять такие выпечку вот такой купили смотрите такие штучки я не знаю что это мы сегодня попробуем но турки все их берут ничего по моему они по 10 лет вот такие штучки попробую чё внутри на по есть то есть не по десятку по 15 по 15 в турции продают по 15 и слушайте трубочка вообще бомба там прям турки подходят и берут 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 кофе опять-таки смесь для панкейков кофе турецкие марки migros две упаковочки молока до широк что делать на всякий случай может пригодится майонез вода так вот штучка не знаем что это попробуем штучка трясучка данная штучка трясучка да это похоже что ли на яйцо то ли на какой-то пудинг но не знаю попробуем их вообще-то никто не брал потому что там был завал таких штук как купили огурцы короткие губки посуду мыть да теперь нам в турции придется мыть посуду это кстати первый раз в нашей жизни первый раз мы будем сами мыть посуду в турции ну и соответственно вода купили маленькие бутылки потому что во первых их удобнее брать на пляж во вторых они почему-то дешевле чем одна большая одна маленькая стоит одну лиру 75 а большая полутора литровая стоит 88 с чем-то верну по идее здесь получается вот полтора литра на 6 лир а большая на 2 почти что на 3 лиры дороже вот друзья вот это все наши закупки принципе купили много достаточно потратили восемьсот тридцать одну леру это примерно 40 долларов в рублях это примерно 3500 я сейчас посмотрю в приложении банка сколько они списали потому что друзья газпром не знаю как тинькофф но газпром на union пэй у них получаются там какие-то двойные или тройные конвертации мы вот по прошлым покупкам подсчитали что где-то на 10 процентов больше то есть это допустим 5 евро по нынешнему курсу от 450 рублей до 90 они списали 500 там 10 ну вот так 10 процентов то есть китайская система там видимо что-то несколько наритации у каждого выбирать для себя платить по рублевой карте в турции платить наличными менять доллары если есть какая-то карта там иностранного банка там тоже конвертации там тоже комиссию чем без комиссии никак не обойдешься никак не обойдешься на выход от все-таки поменять доллары на лиры и расплачиваться лирами но блин неудобно вот так картам привыкли а вот приложила все никаких проблем отельному гиду мы сказали чтобы за нами не заезжали не искали нас в отеле он сказал все супер так как мы не планировали оставаться в турции еще на месяц это решение было спонтанно мы взяли из москвы не очень много одежды вот хотя мы за разумное потребление и здесь мы покупаем уже одежду соответственно новую смотрите что мы купили первое что хочу показать и я сейчас одену это вот такие шорты они из льна очень приятный материал в магазине мудо мы купили эти одежды мудо эти шорты так по стоимости они обошлись в 300 лир списалась с карты порядка 13 сейчас я их одену и продолжу вот друзья мои вот такие шорты сидят они я думаю хорошо нормально мы может быть еще похудеем потому что цены здесь просто оттас в турции на продукты это кстати одна из проблем как о которой мы поговорим приятные в общем шорты также купили вот эту майку волсе вайкики купили еще майку вот такую волсе вайкики она такая типа под состаренную джинсом мне очень нравится надо можно сказать импульсивные покупки мы в принципе за разумное потребление потому что мы не хотим много покупать чтобы не загрязнять мир но вот взяли мало одежды поэтому пришлось все-таки покупать и купили еще вот в этом магазине джимми кей здесь он очень популярные все туристы ходят с пакетами мы тоже повелись на эту тенденцию зашли мне очень понравились вот такие на шорты из лена это шорты юбка вот такие и вот такая льняная майка к ним вот она на пуговички вот за этот набор мы заплатили 1300 лир и из карты списалась 60 долларов